Задача 26653. Найдите корень уравнения. 1 вторая в степени, сразу давайте перепишем, 1 вторая в степени 6-2х равно 4. Попробуем представить правую часть в виде 1 второй в какой-то степени. То есть левую часть мы пока перепишем. 6-2х. А правую часть начнем преобразовать. Во-первых, четверка это 2 в квадрате, то есть 2 во второй. Следующий этап. 6-2х. Теперь можно вот эту двойку в квадрате записать в знаменателе, но тогда степень изменит свой знак на противоположную. То есть получается 2 в минус второй. Или можно было сразу записать как 1 вторую в степени минус 2. Это то же самое. Вот мы сейчас это запишем. То есть у нас получается в итоге левую часть мы пока переписываем, 1 вторая в степени 6 минус 2х. А правую часть запишем как 1 вторую в степени минус 2. Ну действительно, если... Вот можно, кстати, сейчас и проверить. То есть вот если мы у степени изменяем знак на противоположную, то тогда дробь нужно заменить на обратную дробь. То есть поменять числитель и знаменатель местами. Еще иногда говорят перевернуть. То есть получится тогда у нас 2 во второй. То есть то, что было раньше. Это как раз и есть 4. Ну а теперь используем непрерывность и взаимную однозначность показательной функции. Если степени равны, то при равных основаниях степеней у нас 1 вторая в основании степени и в левой части, и во второй. Так вот, если основания равны, то и показатели степени тоже должны быть равны. То есть мы должны приравнять вот эти показатели степеней. Таким образом, отсюда следует, что 6 минус 2х должно быть равно минус 2. Отсюда минус 2х равно... 6 переносим вправо со знаком минус. Получается минус 6, да еще минус 2 оставалось. В итоге получаем минус 2х равно минус 8. Делим обе части на минус 2. То есть мы формально на минус 2 левую часть делим и на минус 2 правую. Тогда слева у нас на минус 2 сокращается, остается просто х. А справа будет минус 8 разделить на минус 2. Давайте вот так запишем это. х равен минус 8 разделить на минус 2. Получается 4. То есть минус на минус у нас уходит. Получается 8 на 2, получается 4. И теперь в ответ нам нужно записать число 4. Пишем ответ. Ответ 4. Задача решена.